Всем привет на канале Улдачман. Сегодня мы с вами продолжаем тему начатую в одном из моих последних выпусков о демонстрациях про палестинцев, участвующих в совместных демонстрациях с игиловцами и требующих создания государства халифат, а также об афганцах, которые уже своим поведением просто-напросто достали не только некоторые области Германии, но практически всю страну, все население. После того, как в Ганновере прошла демонстрация вот этих вот радикальных исламистов, по-моему в количестве свыше 1200 человек, они требовали создания халифат, требовали создания палестины, требовали уничтожить того агрессора, уничтожить этого агрессора, требовали, чтобы государство сняло с них цензуру. Но если на них наложена цензура, то они бы тогда и не могли выходить на свои демонстрации. Где же логика? Ну так ладно. После этой демонстрации в Ганновере министр внутренних дел земли Нижняя Саксония выступила с заявлением к правительству, в котором стояло следующее. Закрыть программу иммиграции граждан афганской национальности, гражданства афганского на территорию Германии. То есть эта программа иммиграции граждан Афганистана входит как один из пунктов в миграционную политику Германии. Что подразумевает под собой вот эта программа? Приезд в Германию и интеграция писателей, художников, музыкантов, людей политически преследуемых, ну и также тех, кто хочет работать, имеет высшее образование, но в силу ряда причин у себя в стране он этого делать не может. Допустим инженеры, архитекторы или врачи. Но в свете последних событий, особенно последние месяцы, когда практически в каждом втором преступлении с использованием холодного оружия или же с нападением на простых граждан замешаны афганцы, многие министры забили тревогу. И совсем недавно была конференция, на которой принимали участие 17 земельных министров внутренних дел и также региональные политики. На этой конференции были подняты вот эти вот вопросы и было подписано заявление, как бы прошение правительства Бундестаг с просьбой закрыть вот эту вот программу. И последней как бы каплейка вот этой вот конференции, к вот этому вот собранию министров иностранных дел послужил тот факт, когда 14 июня этого года немецкая полиция на границе с Польшей выдворила афганскую семью, имеющую бумаги беженцев со статусом беженца, прописанных в Польше, но желавших просто-напросто прийти сюда в Германию и не знаю, чего они тут хотели сделать, может быть они хотели тут как-то устроиться или как-то... В общем, они нелегально пытались попасть сюда на территорию Германии. И когда немцы выдворили их обратно на территорию Польши, поляки завопили, сказали, что это произвол, что так делать нельзя, что они этого так не оставят. Дональд Туск тоже выступил с заявлением, что если немцы сейчас не возьмут вот этих вот афганцев обратно к себе, то он выйдет на Олафа Шольца и уже будет решать вопрос тет-а-тет. Что он хотел этим сказать, я не знаю, но есть постановление, в котором говорится следующее. Неважно, жители Афганистана или Сирии или какой другой страны, имеющие официальный статус беженца в одной из стран Евросоюза, не имеют права беспричинно, бесследственно пересекать границу другого государства Евросоюза и оставаться там на долгое время жительства, скажем так. То есть, простыми словами, если у этих граждан Афганистана есть статус беженца, полученный ими в Польше, то вот там они и обязаны и получать свои социальные дотации, интегрироваться в Польше, доказывать, что они действительно соответствуют всем интересам, всем запросам польского правительства, а не искать себе где-то на стороне, в частности в Германии, лазейку в социальную систему, в социальную кассу, где можно хапнуть побольше денежек. Это касательно вот этих вот вопросов по мигрантам из Афганистана. Будет ли действительно окончательно принят закон о закрытии вот этой иммиграционной программы для граждан из Афганистана, пытающихся всяческими путями, легальными и нелегальными попасть к нам в страну или не будет закрыт, пока еще неизвестно. Как вы знаете, правительство у нас глупые законы принимает на раз-два, а что-то умное они должны дискутировать минимум месяца 3-4. А теперь переходим далее. Очень многие министры, особенно министры труда в Германии, обеспокоены тем, что украинские беженцы, большинство украинских беженцев, живя здесь в Германии, получают автоматически, приехав сюда и получив статус беженца, по 24-му параграфу, кажется, мне говорили 24-й параграф, по этому параграфу они получают статус беженца и официально автоматически получают бюргергельб. И министр труда заявил, что казна, увы, не бездонная, уже видно, что деньги истощаются в этой казне, и поэтому нужно сократить пособие бюргергельб украинским беженцам. К чему это ведется? Это ведется к тому, чтобы многие украинские беженцы, которые получают бюргергельб, вот уже более двух лет сидят, скажем так, на социале, нигде не работают, официально нигде не работают, получают чернушные деньги на каких-то фирмах, где подрабатывают, где, может быть, на базе с на 500 евро, может быть, на 700 по черному, и тем довольствуются, тем и живут, чтобы эти граждане начали действительно работать, чтобы они задумались над тем, что так дальше жить им здесь никто не даст. Немецкие политики просто-напросто начинают уже уставать от той наглости, которую проявляют некоторые украинские беженцы. Я не говорю все, я говорю некоторые. И ко мне как-то вот приезжал один товарищ с Полтавы буквально недавно, он не беженец, нет, он не беженец, он работает в Польше, живет в Полтаве, и он рассказывал о вот этих вот беженцах украинских, как они себя ведут. Что он сказал, то говорю вам я. Полгода пожили в Польше, им перекрыли кислород, сказали все, социальной дотации вы больше не получите, или идете работать, или до свидания. Они кидаются в Германию. В Германии им дается тоже вот этот бюргергельд на полгода, первые полгода, если у них этот бюргергельд кончается, если им говорят все, вы должны идти работать, они плюют на все, едут в Данию. Из Дании точно так же через полгода они едут в Голландию. И вот он мне говорит, ну что ж так, получается, что ты до 70 лет будешь так вот мотаться по странам Европы, по странам мира, сидеть на иждивении то в одной стране, то в другой стране, просить, чтобы тебе дали социал, просить, чтобы тебе дали каких-то денег, а сам работать не захочешь, говорит, да ну их нафиг, говорит, гоните их к чертям собачьим. Это сказал не один человек. То, что гоните их, это сказал не один человек. Но правду никак не скроешь. Поэтому если я говорил уже неоднократно, что из миллион двести тысяч, миллион двести пятьдесят тысяч украинских беженцев у нас здесь, из них если работают только 216 тысяч, остальные 400 с лишним тысяч это старики, больные, дети, физически неспособные работать, оставшиеся 600 тысяч физически здоровых людей, что мужчин, что женщин, работать просто-напросто отказываются. Многие мотивируют это тем, что они не знают языка, что за два с половиной года они так язык этот не выучили, их заставляют работать, а они работать не умеют, потому что в связи с этими всеми перипетиями они вдруг потеряли опыт работы. Вот что многие из них говорят. Неприятно, но, как говорится, правда глаза колет. Если постоянно лгать людям в глаза, то рано или поздно вот эта вот ложь выплывает наружу и становится понятно, что человек просто-напросто тебя обманывает. А обманывать государство, это себе дороже обходится в какой-то момент времени. Потому что в любом случае, рано или поздно, придется давать отчет за то, что человек, вот уже, допустим, два с лишним года сидит на социале, получает на семью из четырех человек округленно две с половиной тысячи евро в месяц. За квартиру ему платят государство. Рано или поздно этот человек должен будет держать ответ и говорить, почему он или его супруга до сих пор не работает. Вот такие вот дела. Теперь очередь за вами. Высказывайте свою точку зрения, свое мнение в комментариях. Пожалуйста, старайтесь высказываться более-менее культурно, вежливо, корректно. Имейте в виду, я никого не провоцирую, ни на какие скандалы, ни на какие притеснения. Я вам говорю то, что есть на самом деле. Я пытаюсь держать вас в курсе событий, которые происходят здесь у нас в политической жизни в Германии. Ну и, может быть, в Европе так вскользь. В общем, всем удачи, не болейте, оставайтесь с нами. У нас всегда есть что-то новое для вас. Всем пока.